Новый закон Абасага готовит автомобилистам сразу несколько революционных изменений. Главное это отмена бумажных полисов. Собственник машины должен будет в интернете самостоятельно оформить заявку и отправить ее в страховую компанию. Ему на почту придет номер страхового договора. И уже на дороге автовладелец будет показывать инспектору ГИБДД не полис, а распечатанный на принтере листок с номером страховки. Второе важное изменение касается компенсации за материальный ущерб от дорожных аварий. Потерпевшему не будут выплачивать наличные, как это происходит сегодня. Поврежденный автомобиль просто отремонтируют за счет страховой компании. То есть клиент попал в ДТП, сразу может обратиться в страховую компанию, страховая компания отправляет на СТО, ремонтируется и все счастливы, все довольны. Тем самым еще есть такой момент, что страховая компания будет давать гарантию примерно 6 месяцев. Замена денежной компенсации на ремонт автомобиля должна вытеснить с рынка ОСАГО многочисленную и растущую армию автоадвокатов, консультантов и юристов, которые неплохо зарабатывают на ДТП, выжимая со страховых компаний максимум наличных. При этом сам пострадавший водитель получает на руки лишь часть от того, что мог получить. В поправках к закону об ОСАГО есть момент, который особенно порадует владельцев многолитражных автомобилей. Сейчас страховка рассчитывается исходя из мощности, то есть лошадиных сил машины. Чем мощнее транспорт, тем дороже полис. Разработчики закона предлагают отказаться от этого правила. И ОСАГО, например, на вот этот большой Ниссан Патрол и на эту маленькую Тойоту Раум скоро будут стоить одинаково. А вот кому новый закон точно не будет в радость, так это злостным нарушителям ПДД. Им страховка будет обходиться дороже, чем дисциплинированным водителям. Скорее всего, как ТРСА будет сотрудничать с ГИБДД. И если клиент является злостным нарушителем правил дорожного движения, то есть скоростной режим и остальные всякие нарушения, то будет какой-то, видать, дополнительный повышающий коэффициент. Новый закон меняет и максимальную сумму компенсации при мелких ДТП. Если сейчас по европротоколу можно получить до 50 тысяч, то с принятием новых правил эта цифра вырастет вдвое. Но изменения в закон об ОСАГО приняты Госдумой только в первом чтении. И чтобы он вступил в силу, парламент должен утвердить документ еще на двух слушаниях. В том, что это произойдет в ближайшее время, автоэксперты даже не сомневаются. Владимир Клюшников, Олег Буймиструк, Александр Малыгин. Панорама.